У вас, и как я сказал, у нас небольшая гроза, а может быть даже и большая, поэтому возможен гром на фоне, вы лучше спросите, пожалуйста, за это. Изначально у меня была мысль подождать, пока гроза пройдет, но потом я подумал, что поскольку это наша первая с вами такая запись, приватная, то не очень будет здорово, правильно, если вы будете ждать. Я решил ответить вам, не дожидаясь кончания грозы. Вы знаете, ваш вопрос, который вы пишете, точнее, ваше письмо, кстати, вы всегда извиняете за сумбург в конце. Вы знаете, извиняться не стоит, потому что вы не писатель, во-первых, по крайней мере, из-за того, что вы о себе писали, этого не вытыкает. И как человек, который не имеет отношения к писательству, вы совершенно не обязаны соблюдать какие-то логические цепочки в том, что вы пишете. Тем более, что не каждый человек может высказывать свои мысли, выращать их адекватно на письме. Поэтому не надо извиняться, вы пишете вполне понятно, хорошо, по сравнению с другими людьми, с которыми мне приходилось общаться. У вас очень красивый слог изложения, что действительно облегчает мне задачу по пониманию смысла. Потому что очень часто бывает так, что нужно не только смысл понять, да, но еще и текст разобрать. На это тоже уходит время. Ваш текст я разобрал и понял очень быстро. И поэтому первый момент, который мне хочется вам сказать, не нужно извиняться. Знаете, вот на протяжении всего вашего письма, я надеюсь, вы, кстати, понимаете, что я не просто так начал говорить о том, что вы извиняетесь. На протяжении всего вашего письма, меня не потеряло такое ощущение, что вы не принимаете сами себя. То есть вот, ну нет, у вас принятие самой себя, вы как будто бы кидаетесь из одной крайности в другую крайность. То есть одна крайность у вас это полное непринятие себя, пищевание себя, обвинение себя же в том, что вы ужасны, что вы несете разрушение и хаос. С другой стороны, вы как будто бы напротив, кидаетесь в другую крайность, что вы хорошая, что вы правая во всем, что вы вспыльчивая, разрушительная. Ну понятно, да, что вспыльчивый человек – это тот человек, который уверен в своей собственной правоте. И подобная вспыльчивость, подобные метания, они на самом деле нормальны, особенно в вашем текущем состоянии, особенно в том, что с вами произошло. Совершенно нормально испытывать подобные чувства сейчас, поэтому давайте мы не будем заниматься самым мечтанием, а скажем так, что человеческое восприятие мира, Человеческие чувства, они цикличны. Они цикличны и они обладают взлетами и падением. То есть иногда человеку кажется, что у него все, допустим, хорошо, иногда человеку наоборот кажется, что у него все плохо, иногда человеку кажется, что он не прав, иногда человеку напротив кажется, что он во всем прав. И это, кстати говоря, совершенно нормальное ощущение себя. По тому, что вы написали о вашей подруге, мне сложно сделать вывод о том, что ваши отношения с ней основаны на такой, знаете, потребности. То есть это вот ваша потребность в ней, как в человеке, который дает вам то, что нужно вам. То есть что это за потребность? Что она из себя представляет? Ну, вообще-то говоря, вы, как бы, характеризуя себя, как вспыльчивого человека, ясно даете понять, что вам, как вспыльчивому человеку, нужен такой вот якорь, спокойный, эмоциональный, может быть, даже холодный, именно холодный, не холодный, а именно холодный человек, который бы мог вам представить то самое, скажем так, спокойствие, в котором вы так нуждались. То есть, вообще-то говоря, вспыльчивому человеку всегда немножечко спокойнее, немножечко приятнее, когда он общается, значит, с тем, кто является, как бы, прямой противоположностью ему. И в вашем случае эта прямая противоположность представлена подругой, представлена этим человеком, о котором вы, собственно, и пишете. И в действительности вы тянетесь к ней так сильно, именно потому, что в ней есть то, чего не достает вам. Какой-то выдержки, какого-то контроля, может быть, какого-то расчета, некой устойчивости в мыслях, может быть, это даже определенная, скажем так, категоричность в высказываниях, в суждениях и так далее. Во всем этом вы нуждаетесь, и именно поэтому у вас есть такая тяга к этому человеку. Заметьте, вы пишете, что поменяли даже свои взгляды, какие-то, очень многие взгляды вы поменяли. Вы пишете, что сделали это потому, что вот, ну, начали общаться вот, собственно, с этой женщиной. Далее вы описываете историю ваших конфликтов, вы описываете историю ваших ссор. И, наверное, вам бы хотелось, по крайней мере, мне так показалось, чтобы я сказал вам, виноват ли кто-то из вас в этих ссорах и конфликтах. Виноват ли кто-то из вас. Я вам на это отвечу так, что вы ссоритесь не потому, что вы рады. Вы ссоритесь не потому, что вы слишком сильно различаетесь. Вы ссоритесь потому, что вы, по всей видимости, сами по себе обе, обе довольно достаточно сильно упрямы. И вот именно тот факт, что вы достаточно сильно упрямы, не позволяет кому-то из вас уступить. Вы, условно говоря, тянете одеяло на себя в чем-то. И ваша подруга также тянет одеяло на себя тоже. И в итоге получается, что вы два взрослых человека, ну, собственно говоря, пытаетесь перевоспитать друг друга. Но, через все ваше, условно говоря, повествование, проходит одна важная деталь. Эта важная деталь касается того, что вы, условно говоря, подруге нуждаетесь. И нуждаетесь вы в ней гораздо сильнее, чем она в вас. И вот именно этот момент, момент, что вы испытываете потребность своей подруге больше, чем она в вас, определяет характер ваших отношений. Каким образом? Дело в том, что изначально, изначально ваши отношения не являются равноправными. Почему, спросите вы? Потому что, смотрите, вы сами идете мириться. Вы сами, значит, идете на примирение, вы сами выступаете инициатором этого самого примирения, вы также требуете от нее какого-то внимания к себе. Вы требуете от нее, я бы даже сказал, не какого-то внимания, а достаточно конкретного по своему наполнению внимания. И, определенно, этим самым вы нарушаете, не то чтобы границы, личные границы человека, но это, знаете, не очень нравится другому. Это не очень нравится вашей подруге. И из-за этого и возникает все, что ваша подруга чувствует, что вы не нуждаетесь, ваша подруга чувствует, что вы слишком сильно от нее, условно говоря, зависите. Ваша подруга чувствует, что вы слишком много, слишком многого от нее ждете. И из-за этого, из-за этого возникает ваша ссора. Потому что ваша подруга, будучи человеком взрослым, будучи человеком, скажем так, самодостаточным, она ждет, что вы будете вести себя именно так, как человек, условно говоря, самодостаточный. А вы же ведете себя с ней так, как будто вот очень сильно в чем-то в ней нуждаетесь. И это, конечно, понятно. Понятно, почему вы в ней нуждаетесь. Вам нужен якорь. Но, простите, пожалуйста, никто, в том числе и ваша подруга, не обязаны играть роль такого вот якоря, если угодно. Просто потому что вам это нужно. Получается, что вы этого человека любите достаточно скоростной любовью. Потому что вы в этом человеке нуждаетесь. И нуждаемость ваша, она и определяет как раз-таки то, как вы себя с ней ведете. А предположим, что этой нуждаемости нет. Ну вот, серьезно. Просто предположим, что вы в ней так сильно не нуждаетесь. Как бы вы тогда себя вели? Просто попробуйте себе представить подобный момент. Просто попробуйте представить себе, как бы вы себя вели, если бы в ней так сильно не нуждали. Я думаю, что... Я думаю, что ваше отношение к ней было бы совсем-совсем другое в этом случае. Почему? Ну, потому что вы бы меньше в ней были зависимы. И, вы знаете, в этой ситуации вам нужно понять одно... Точнее, даже не одно, а несколько важных моментов. Первый момент. Это то, что вам, взрослого человека, ну, условно говоря, не переделать никак. Вот, 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 не получится взять и перевоспитать, например, вашу подругу. Так, чтобы она, условно говоря, начала давать вам то, чем вы, допустим, нуждаетесь. Ну, у вас это не получится. Дальше. Следующий момент. Если вы хотите сохранить отношения с вашей подругой, если вы хотите как-то их, значит, ну, приумножать, там, развивать и так далее, то в этом случае от вас требуется идти на определенные уступки. То есть, нужно определить для себя, что вы ради того, чтобы быть с этим человеком, вы будете ей уступать. А как вы будете ей уступать, это уже решать вам. То есть, вам решат, на какие именно уступки вы пойдете, чтобы она была с вами, условно говоря. Но, без этих уступков, без, как бы, принятия ее позиции по каким-то конкретным моментам, у вас не получится сохранить отношения, к сожалению, никак. Это тоже очень важный момент. Теперь дальше. Момент, который еще является очень важным. Момент этот заключается в том, что ваша подруга по какой-то причине уверена, что вы против нее использовали ее инфу. То есть, не совсем даже против нее, а, как бы, косвенно. Косвенно, значит, использовали ее информацию, то есть, ту информацию, которая вам известна, для того, чтобы ее как-то, ну, ужалить, как-то задеть там и так далее. Вы правы на самом деле в том, что человека действительно не переубедить в том, если она так решила. То есть, если ваша подруга решила, что вы в чем-то виноваты, то, как бы вы ни старались, у вас не получится переубедить ее в обратном, просто потому, что у нее уже сложилась достаточно четкая теория относительно того, как обстоят дела, и она менять ее не будет. Вы можете продолжать ей все это доказывать, и тем самым показывать ей свою нужду в ней, и тем самым вы будете еще больше, как ни парадоксально, убеждать ее в том, что она права в своих высказываниях. Ну, просто потому, что так устроены люди. Если человек не хочет верить, то он вам и не поверит. И вы, как бы, унижаете только лишь себя, пытаясь доказать свою невиновность там, где человек хочет ее видеть. Отсюда мы делаем следующий вывод. Что? Когда вы... И это ошибка не только ваша, это даже не ошибка, это, знаете, такая стандартная модель, я бы сказал, поведения. Вот. Значит, каждый раз, когда вы показываете человеку, ну, или даете понять человеку, что вы в нем нуждаетесь, вы снижаете для него свою ценность. Если честно, не знаю, говорил я вам это или нет, по-моему, в своих ответах я вам такого не говорил. Это ошибка вообще всех нуждающихся людей. В том, что они, если вот в человека нуждаются, они прям стараются показать ему, насколько он эвратен. Но чем сильнее они это делают, чем больше они это делают, тем меньше, к сожалению, другой человек отвечает им заимностью. И люди, конечно же, не понимают, почему так. Они человека вроде бы боготворят, или, по крайней мере, очень сильно им дорожат, а он в ответ ведет себя таким образом. Вот в этом и заключается парадокс. В том, что нужно вести себя независимо. Так, чтобы человек видел, что да, вы в нем нуждаетесь, но он для вас не главный, не ключевой. Он для вас не какой-то, знаете, необходимый элемент. И только так можно надеяться на какие-то равноправные, теплые отношения. Пожалуй, именно так можно в целом охарактеризовать вашу картину отношений с подругой. Что вы в ней очень сильно нуждаетесь, что вы от нее очень сильно зависите. А теперь давайте подумаем вот о чем. Давайте подумаем о том, что же она вам дает такого, ваша подруга, без чего вы не можете с этой справиться. Что же вам она дает такого, чем вы так сильно, настолько сильно, точнее, нуждаетесь. И вот уверен, что ответ на этот вопрос прозвучал ранее, когда я говорил о том, что вы как вспыльчивый человек достаточно серьезно, сильно нуждаетесь в другом человеке, который ведет себя более выдержанным. но, что мешает вам вести себя так же выдержанно? Что мешает вам бороться со своей вспыльчивостью? Если действительно есть что-то, что мешает вам быть более спокойной, быть менее эмоциональной и менее вспыльчивой, то с этим можно поработать. Потому что вспыльчивость – это, как правило, нервное наближение, слишком много затрачиваемых сил на сдерживание, условно говоря, своих конфликтов, которые есть внутри такого человека. И из-за этого происходит подобная вспыльчивость. То есть вспыльчивость – это всегда следствие отсутствия осознания, отсутствие четкости, отсутствие полной картины мира и отсутствие понятий. Отсутствие истинных понятий в том, что касается жизни человека. Вот, пожалуй, это те основные моменты, которые вам можно сказать на основании того сообщения, что вы прислали. Пожалуй, что можно добавить еще, что можно сказать дополнительно. Я бы добавил, что вы вот в конце пишите такую фразу, что иногда вам кажется, что вас невозможно любить и что вы недостойны любви. Вы знаете, я думаю, что это безусловно не так, и вы сами прекрасно знаете, что это не так, что любой человек достоин любви, и что, например, ваши родные, они, ну, те, которые вот сейчас ушли, они любили вас, они знали, что вы хороший человек, что вы достойны самого лучшего, всего самого лучшего вы достойны. И, по моему мнению, они в этом были правы. А теперь давайте подумаем, почему вы сомневаетесь в том, что они вот так говорят. Почему вы сомневаетесь в том, что вы достойны любви, если вас любили ваши родные? Что? Родные, по вашему мнению, были неправы? Они ошибались на ваш счет? Но ведь они, они вас расстили, они были с вами всю вашу совместную, всю вашу совместную жизнь, всю вашу жизнь они были. Как же можно сомневаться в этом, сомневаться в том, что ваши родные были правы? Я думаю, что это, ну это неправильно. Люди, которые в вас верили, люди, которые вас любили, они хотя бы достойны того, хотя бы из памяти к ним, они достойны того, чтобы вы оправдывали их ожидания. оправдывали их надежды, чтобы вы были именно той, с кем они хотели вас видеть. Они хотели видеть вас счастливой. Они хотели видеть вас любимой. Они хотели видеть вас самодостаточной, понимающей, кто вы и куда идет. И я могу понять, что вам сейчас очень тяжело. могу я понять и то, что вы находитесь в данный момент на распутье. То есть, вы полностью себя сейчас теряете. Именно по той причине, что уходят все люди, которых вы любили. Но люди с позиции психологии, не вечны. Да и с позиции в принципе дела со всей и той же. Люди не вечны. Они не могут быть все время с нами. И из-за этого, из-за того, что они не могут быть все время с нами, нам как-то приходится, ну, по крайней мере, знаете, на уровне вот то ли подсознания, на уровне на уровне мысли о будущем думать. А как же мы будем без них, когда придет время? А это время придет. И оно пришло у вас. И вам нужно на самом деле просто-напросто понять, что эти люди вам, вот все, кто вас любил, все, кто вас ценил, они давали вам любовь, понимание, заботу, тепло и так далее. все это было вам дано для чего? Чтобы в жизни дальше вы жили своей жизнью, чтобы вы помнили о том, что вас можно любить так, как вас любили родные. людей. Но для этого, для этого нужно уважать другого человека, других людей. Для этого нельзя. К сожалению, может быть, может быть, к счастью, мы сейчас об этом говорить не будем, нужно принимать то, что дают другие люди. чтобы и если комфортно общаться с людьми, чтобы и если выстраивать отношения с людьми на хорошем, положительном, позитивном, конструктивном уровне, нужно, простите говоря, принимать людей такими, какие они есть. Вы же хотите постоянно свою подругу превратить в кого-то, кем она, ну, по крайней мере, вот так показалось мне из вашего сообщения, кем она, вообще говоря, не является. Она их человек. Отдельный от вас самодостаточный человек. Со своими какими-то страхами, со своими желаниями, со своими убеждениями, со своими точками зрения, со своим видением в конце концов ситуации. Но вы, вы как будто бы не позволяете ей быть с собой, с вами. Вы постоянно что-то требуете от нее, требуете то, что нужно вам. Так вот, нужно для себя уяснить, что то, что нужно вам, вам нужно получать самой, самостоятельно, без других людей. Потому что другие люди очень легко могут не захотеть дать вам того, что нужно. И вы легко впадете от них в зависимость. Так же, как вы, например, сейчас находитесь в некой зависимости, но, тем не менее. Так же, как вы находитесь в зависимости от своей подруги. Нужно не быть зависимым от людей, и тогда отношения будут у вас строиться на основании именно конструктива, равнобравного диалога. Вот об этом и нужно вам сейчас думать. Именно об этом, как странно. Что нужно для того, чтобы не быть зависимым от людей, я надеюсь, это скажем так, ну, понятно. По крайней мере, я надеюсь, что это очевидно будет для нас. Нужно расти личностно, нужно развиваться личностно, нужно идти руководствуясь своими целями и задачами, а для этого нужно уединение. Уединение и четкое желательно понимание ваших целей, ваших задач, того, что вам нужно, того, что вам дорого именно вам, не кому-то другому, а именно вам. Вот почему вы сменили свои взгляды, когда начали общаться с подругой, да, почему вы сменили свои взгляды на жизнь, на мужчин и так далее. не потому ли, что вы не уверены в своих взглядах, не потому ли, что взгляды другого человека показались вам, ну, скажем так, более приемлемыми, более правильными, более истинными, чем вашим. Вы, к сожалению, таким образом стремитесь быть не самой собой, как нужно быть, а вы стремитесь быть кем-то другим. И вот это, к сожалению, очень не нравится другим людям, когда на них как будто бы хотят быть похожими. Это не нравится другим людям. И поэтому у вас не складываются отношения с вашей подругой. Она честилась, что вы во всем стремитесь быть похожими на нее. Ну, или, по крайней мере, вынуждаетесь как бы в ее одобрение. я думаю, что вам нужно расти личностным. для этого нужно задать себе достаточно простой, на мой взгляд, вопрос. Вот каким человеком вы себя видите? то есть какая вы идеальная для себя? Какой вы видите идеальную себя? Кем бы вы хотели, если уж на то пошло, кем бы вы хотели себя видеть? Вот ответ себе на эти вопросы, на этот, в принципе, достаточно простой вопрос. Кем бы вы хотели себя видеть? И я думаю, что решаться некоторые проблемы. Потому что в зависимости от того, кем вы хотите себя видеть, когда вы ответите себе на вопрос, кем вы хотите себя видеть, какая вы для себя идеальна, у вас сразу появится задел на будущее относительно ваших целей, относительно ваших, ну, скажем так, планов, относительно ваших задач и так далее. И это будет, это будет началом вашего, скажем так, обособленного, независимого движения по жизни. Нет, зависимость от других людей, людей, а именно, именно, движения по своим целям, по своим путям, если угодно. И вот это послужит новой основой для того, чтобы вы строили качественно новые отношения, чтобы вы строили качественно иные, более недависимые, если хотите, отношения, которые вам и нужны. И вот в этих новых недависимых отношений, отношениях, я отказ другого человека в чем-либо или его нежелание делать что-либо для вас будет восприниматься совершенно нормально. Потому что вы понимаете, что это решение взрослого человека, такого же, как и вы. Но пока вы нуждаетесь в другом, вы и значит сами будете позиционировать себя так, что вы нуждаете в другом. Вы сами позиционируете себя зависимым. И другого человека вы также позиционируете как зависимого. Только на этот раз уже, условно говоря, может быть от вас, может быть от кого-то другого, не важно. важно, чтобы вы перестали быть зависимым. Для этого, пожалуй, то, с чего стоит начать, мне кажется, это очень важно, с чего стоит начать. Начать вам стоит с того, чтобы спросить себя опять-таки. Вот вы недострены любви. Хорошо. То есть получается, что вам нужно сделать над собой, или скажем лучше, провести над собой определенную работу, после проведения которой вы по вашему мнению будете достойны этой любви. то есть вам нужно, грубо говоря, измениться. Изменения это, конечно, прекрасно и здорово. Изменения это великолепно, но предположим, что вы хотите меняться, чтобы быть достойной любви для кого-то и ради кого. И получается, в таком случае, к сожалению, к моему большому сожалению, в таком случае получается, ну, ничего хорошего в таком случае не получается, потому что вы меняетесь ради другого, значит, если вы меняетесь ради другого, значит, вы в своих изменениях также зависите от других людей. и именно поэтому, потому что вы зависите в своих изменениях от других людей, получается так, что вот как люди вам, ну, как люди дадут вам понять, как люди отреагируют на ваши изменения, так вы и будете меняться. То есть, по сути, эти изменения будут проявлением еще одной из форм зависимости вашей зависимости от других. А нужно меняться не для кого-то, а для себя. Какой вы хотите быть, какой вы сами себе нравитесь, какой вы себе наиболее всего симпатичным вот то, что нужно у себя спросить, вот то, о чем нужно подумать вам. И вот тогда, как раз тогда, и наступят, наступят точнее, те самые изменения, которые вам нужны для чего? Для того, чтобы меняться в соответствии со своими желаниями, со своими предпочтениями, со своими, ну, скажем так, со своими приоритетами, не для кого-то, а для себя. И если вам объективность что-то в себе не нравится, но не потому что-то не нравится другому человеку, а потому что-то не нравится вам, то вот в этом случае как раз таки и нужно что-то делать. В принципе, в принципе, я думаю, что ответил на ваш вопрос более чем подробно, мне кажется, что можно было бы уже закончить, а я сейчас пробегусь немножко еще по вашему письму, потому что мало ли вдруг я что-то упустил. Вот вы пишете, что обвиняете свою подругу в равнодушии, в равнодушии к вашей трагедии. Понимаете как? Каждый человек, он по-своему, по-разному поддерживает другого в виде. И то, что ваша подруга не дала вам достаточно поддержки для вас, это лишь особенность вашего восприятия. На самом деле, вы, наверное, хотите, чтобы вам не было больно. Вам, наверное, хочется, чтобы вот опустило вас. но боль от потери родных людей нужно пережить. Почему? Потому что так эти люди остаются в вашей памяти навсегда. Так вы будете хранить память о них и что гораздо важнее вы таким образом будете поступать так, как они хотели бы, чтобы вы поступили. далее вы пишете, что возобновили общение только возобновили общение с сами. Понимаете, поскольку мы с вами сказали, что в конфликте виноваты оба человека, то объективно вот давайте спросим себя. гордый ли человек ваша подруга? Вот вы пишете, что она холодна и суховата. То есть это ваша собственная характеристика данного человека, что она холодна и суховата. Возникает еще один вопрос. гордый ли этот человек или нет? Ну, гордый или нет, вы можете не знать, но если человек холоден и суховат, то он в принципе, в принципе, плохо выражает свои эмоции. Даже если кто-то происходит трагедия. Знаете, вы мне посоветовали песню послушать. песня. если честно, вот вы пишите здесь, что если я поклонник бардовской песни, нет, я не поклонник бардовской песни. Дело в том, что в детстве я слышал Усёцкого, много-много слышал, потому что ничего другого не было. И после этого у меня как бы некоторое отращение к этим песням. Вот. Тем не менее, я понимаю, что есть песни, которые нас удивляют. Вот вы пишите, что Вероника Долина больше боли в сердце моего сестра. Мы с ней видим несчастные, вот от этого несчастная моя любовь к ней так остра. А вы знаете, песни это ну как сказать, это квинт-эссенция того, что нас подоражит. Знаете, каждый человек на музыку реагирует по-своему. Вот серьёзно. Вот сколько людей, столько и музыкальных вкусов. А ещё больше музыкальных ассоциаций. Когда я ещё не занимался практикой, психологической, я баловался тем, что подбирал людям песни. И они удивлялись. Ну вот как так? Вот производишь одну музыку, говорили мне, а нам там подбирают другую. И они даже удивлялись, почему я смешиваю какие-то жанры несовместимые по их мнению. Мы не будем в это углубляться сейчас, но правда в том, что если песня находит отклик в вашей душе, это хорошо. Это говорит о том, что вы что-то родственное себе встретили и понимаете, что вы не одна и так далее. но песни вызывают чувства. Чувства, они слепы. Есть определенная статистика, которая показывает, какие люди, ну, какого-то грамма, какого взгляда слушают определенную музыку. Мы об этом в принципе тоже говорить не будем сейчас, но обратно в том, что в этой песне, в тех строчках, что вы привели, знаете, с психологической точки зрения кроется такое противоречие для того, что если человека любишь, то не важно где он, не важно с кем он, а важно, что он где-то и он счастлив. это единственное, что важно для любящего человека. А если острые ощущения, ну, например, у вас, если вы чувствуете боль, то этот человек нужен вам. Вам нужен. И если он вам нужен, то это потребность, как мы уже говорили. И потребность это чисто ваша характеристика. И ваша потребность вам нужно удовлетворить настоятельно. Прямо сопротивным случаем получается, что человек воспринимается как средство. А это неправильно. дальше вы пишете достаточно интересную вещь, что ваша подруга может думать о чем угодно, то есть почему вы с ней общаетесь, от желания применять что-то материальное до лесбийских чувств. и вы знаете, вот опять-таки как хоренится, что она думает. Знаете, каждый человек думает в меру своей испорченности. Вы не можете повлиять на мысли другого человека, но вы можете показать ей свое отношение. Если это отношение будет демократичным и равноправным, если это отношение будет либеральным, если это отношение будет свободным, то какие бы мысли у нее не возникали, никаких подтверждений для мыслей у нее не будет. Ну и последнее, наверное, о чем я скажу вам, это то, что вы пишите, что стали ненавидеть мужчин. Вы знаете, я думаю, я догадываюсь, почему вы ненавидите мужчин, потому что видимо на них нельзя ложиться, по вашему мнению. Также по вашему мнению это ненадежные люди, которые думают о себе, думают не всегда головой, вот, и собственно не внушают они вам доверия. Я думаю, что проблема выстроения отношений с мужчинами, она прикликается тесно достаточно с проблемой построения отношений с людьми вообще, но чтобы выстраивать отношения с мужчинами, нужно быть для этого женщинами. То есть, чтобы рядом с нами был условно говоря, любимый и достойный партнер, нужно настоятельно быть также достойным партнером. Это значит, что вам нужно женское поведение. Как вы говорите, вы стали злой, да, вы стали жесткой, вам не нет нежности и радости, что были в избытке и так далее. Это из-за отсутствия гармонии в себе. То есть, утрата любимого человека, когда человек уходит, это понятно, это боль, это грусть, это печаль, это понятно, но это еще и потеря гармонии. Вот гармонию в себе нужно восстановить и прорабатывать вот в соответствии с гармоническим ощущением себя самой прорабатывать соответствующие модели поведения. Так модель поведения дружескую, то есть равноправную, так модель поведения личную, то есть как женщина по отношению к мужчине, ну и так далее. И вот тогда у вас все будет хорошо. Тогда у вас будет налаживаться постепенно ваша жизнь и будет приходить вновь. А пока что, пока вы требуете, пока вы пытаетесь заменять человека под себя, пока вы не стремитесь удовлетворять свои потребности в чем-то самостоятельно, пока вы не мыслите в сторону самодостаточности, сложно говорить о том, что у вас будут успешные отношения. пустя на этом все, я много чего вам сказал, надеюсь это все помудет, помудет вам, а если у вас остались какие-то еще вопросы, давайте обсудим, а на этом думаю пока хватит, всего доброго, до свидания. до свидания.